Музыка Уважаемые любители моих небольших роликов по эволюции человечества! Хотя, может быть, это самое человечество того и не стоит. Лучше, когда всё это происходит как в новинку. Неожиданно нагрянула революция или нагрянул государственный переворот. Но, тем не менее, тому, кто поумнее, хотелось бы рассказать о том, как всё это происходит, поскольку эволюционные процессы сейчас в нашем несчастном человечестве идут с особой интенсивностью. Сегодня, поэтому, выпуск эволюции сегодня, седьмой выпуск, и он называется «Забарьерная ковидла». Мы продолжаем серию влияния ковидлы на процессы эволюции человечества, поскольку они довольно сильно сказываются. То есть, эволюция сейчас осложняется отчасти, а отчасти возвращается к Средневековью применением широким ковидлы на всех континентах, во всех странах. И название, собственно говоря, обязывает нас к многому. А именно, к тому, что у нас ковидлы забарьерные существуют. Очень много приходит вопросов, а какие, собственно говоря, есть данные сегодняшние, самые современные, о том, как этот вирус проникает в забарьерные органы. Но надо напомнить, что у нас таких забарьерных органов, в общем, немного у человека. У человека основным забарьерным органом является головной мозг, в котором существует гематоэнцефалический барьер. Ну, конечно, не все об этом догадываются, особенно среди популяризаторов науки, поскольку мне часто пишут о том, что вот если есть какого-нибудь зазевавшегося профессора, ну или хотя бы доктора-лектора, не поумнеет ли поедающий? Нет, не поумнеет. Потому что знаменитая история о том, как западные, выдающиеся ученые, взяли, научили планарию такого плоского червяка ползать в Т-образном лабиринте и поворачивать туда, где пища и сыра. И избегать поворота там, где током бьют, а где сухо. Ну и, соответственно, потом взяли эту планарию, разрезали на части и скормили неученым. Ну и, конечно, западные исследователи тут же опубликовали знаменитую работу о том, что если неученый сожрет ученого, то сразу поумнеет. Это такой шаг в сторону каннибализма был в середине 20 века, в 60-х годах. Правда, потом, видимо, кто-то этим профессорам западным объяснил, что в желудочно-кишечном тракте вообще есть ферменты, там, пепсин, что это все расщепляется, переваривается и всасывается в виде небольших молекул, аминокислот и фрагментов там различных, как нуклеиновых кислот, так и белков. А все остальное синтезируется заново. И знания на таком уровне передать довольно сложно. Но ничего, в рейтинг этих ученых не пострадал. Поэтому за барьерных у нас органов много, да и организм, в общем-то, защищается от внешнего мира как может. Но за барьерные – это мозг, яичники, семенники и передняя камера глаза. То есть вот такая история. Ну и возникает вопрос, а как ковид проходит через эти барьеры? Или не проходит вообще? Как с этим дело? Ну и здесь надо обратиться к современным исследователям, потому что кто говорит одно, кто другое. Ну вот более-менее достоверные и вменяемые работы показывают, что если говорить о плаценте, то плацента практически непроницаема. Да, есть наблюдения о том, что у детей появляются антитела. Но обычно эти все исследования проводят после уже нескольких кормлений детенышей молоком, что ставят под вопрос. А во-вторых, достоверно обнаружен только один случай, и то при внутриутробном повреждении плаценты, когда действительно этот вирус проникает в плода. А так в основном плацента достаточно хорошо защищает плод. Почему? Потому что вся плацента, несмотря на гигантскую площадь поверхности, она покрыта так называемыми синцитием, то есть клетками, слившимися без контактов. В результате нету межклеточных границ и довольно хорошо защищается. То есть из 31 случая исследовано, это American Journal of Pathology, 21 год, вот недавнишняя статья. Причем там все хорошо сделано было и ПЦР, и матери, и ребенка, и иммуногистохимические работы, в том числе с хорошими зондами, и гибридизация инситу, то есть все чистенько сделано, показано, что вот в 30 из 31 случая передачи ребенку ковида нет, а тот единственный случай, когда переход был, там было, в общем, повреждение плаценты. Поэтому здесь можно умеренно говорить, что не передается. Хотя у матерей, в том числе и органах малого таза, там были, в общем, найдены вирусы. То есть передачи нет. То есть таким образом синцитетрофобласт защищает это все. Есть даже модель появилась такая о том, что там нет ангиотензин превращающего фермента второго на поверхности этого синцитетрофобласта, что не позволяет этим вирусам цепляться и проникать вовнутрь. Ну, там еще есть кое-как другие соединения, которые, в общем, препятствуют вход вируса в это дело в клетку. Значит, это плаценты. А что еще известно? Известно кое-что и про семенники. Вот с яичниками проблема. Там их пока трудно исследовать. А вот семенники, да, недавнешняя статья есть очень интересная. Такая сборная, где анализировалась вся эта ситуация. Ну, не совсем обзор, поскольку там есть собственные данные. Суть ее стоит в том, что вирусные частицы обнаружили в яичках у человека. В ткани, пожалуйста, все есть. Но в простате, выделившей, в 94% случаев, нету никаких признаков вируса. Более того, эти пациенты были свежевылечены от ковида. То есть, по идее, должно бы хоть что-то было. Нет, этого не было. То подтверждено потом японской и китайской работы. Я Удзуни Руан с авторами, тоже 2021 год, в андрологии. Специальная статья посвящена мужской половой системе и того, как это все происходит. То есть, попадают или нет. Ну, там исследовалось еще и сперматозоиды, итальянцы исследовали это. А показали, что у тех, у кого были проблемы с сперматозоидами, ну, те, кто использовал свои причиндалы не по назначению и часто болеют венерическими болезнями, это, конечно, приводит к алиго-криптоазол сперми и прочим другим прелестям. Но это с ковидом никак не связано. Надо быть поразборчивой в кроличьих контактах. Здесь дело в другом. Но есть у итальянцев, к тому же их не очень обследовали до, поэтому доверять им особенно нельзя. Но как все сделано в Италии через одно специфическое место. То есть, судя по всему, эти люди, которые имели изменения, но отсутствовал признаки этого вируса в сперме и в простатической жидкости, и, видимо, просто были хрониками-экспериментаторами на половой сфере. Ну и последнее такое яркое, поскольку яичники у нас выпали пока из исследований, это мозг. Значит, что же известно на сегодняшний день? Вот, в штате Мэриленд, это New England Journal of Medicine, 21-й год, хорошая статья американских авторов. Вскрыли, посмотрели, сделали гистологию, посмотрели много отделов мозга. Значит, что видно? Видно достаточно агрессивную аутоиммунную атаку на мозг, собственной иммунной системы. А вот пробы, в том числе и ПЦР, и всякие другие методы исследований показали, что самого-то ковида в мозгах нет. То есть, он туда не попадает, но вызывает опосредованно через аутоиммунную агрессию собственной иммунной системы к мозгу, значит, вот такие последствия. Да, о смерти я уже говорил в специальной передаче, посвященной, но сейчас данные несколько расширились. Поэтому теперь можно почти уверенно сказать о том, что в мозг, судя по всему, напрямую вирус не проникает, а действует опосредованно, разрушая барьер, то есть облегчая разрушение собственной иммунной системы, значит, и которая проникает в мозг, когда в мозге всё найдено, что нужно, и острый ишемический инсульт, и всякие другие инфильтраты, собственная иммунная система вокруг сосудов. То есть, иначе говоря, если головная боль непроходящая, особенно при повторных заражениях, нужно быть поосторожнее и принимать соответствующие препараты. То есть причина, основное повреждение мозга – это микрососудистая ангиопатия, ну, это русские народные сказки, так называют заболевания. В общем, на самом деле, просто-напросто за барьер проникают клетки собственной иммунной системы. Таким образом, если говорить о забарьерных органах, у нас осталось неохваченных два. Это передняя камера глаза, где тоже иммунно-переволюгированные органы – это раз. И второе – это яичники женщин. Ну, я надеюсь, что в ближайшем обозримом будущем эти исследования будут проведены, и мы, так сказать, обогатимся новыми знаниями. А пока могу вам посоветовать, даже получив информацию о том, что ваши сперматозоиды не переносят ковид, быть с их разбрызгиванием поосторожнее, потому что мало ли чего учёные не доглядели. И в этом отношении могут возникнуть всякие неожиданности. Не разнообразьте научные факты, выдержитесь до поры до времени, если тем более вы недавно болели ковидом. Уж в крайнем случае незапланированных потомков в таких условиях производить довольно-таки опрометчиво. На этом я пожелаю вам всяческих удовольствий и попрощаюсь. До свидания, уважаемые слушатели! Субтитры создавал DimaTorzok